Привет, это Droider.ru, с вами Борис Единский. Сегодня мы поговорим об HTC 10, новом флагмонитарентской компании. Я верил в этот смартфон с самого первого дня, как только увидел его на закрытой презентации, с самых первых анонсных роликов, потому что HTC всегда, ну хорошо, не всегда, очень долго делала крутые смартфоны. Это компания, которая, в принципе, первой сделала классные Android-смартфоны. Я верил в этот девайс, а потом мне прислали вот это. Розовый с золотым. Я позвонил в пресс-службу HTC и сказал, ребята, все прекрасно, может быть, у вас есть смартфон на обзор гетеросексуального цвета? Мне ответили, да, Борис, конечно, есть, но не для тебя. Не знаю, может быть, они просто продвигают этот ужасный цвет, и смартфон с этим согласен, но это не единственный косяк девайса, но есть и другие, но есть и много плюсов. Слишком много но, поэтому мы начинаем. Поехали. Все устроено очень просто. Мы находим крутые гаджеты, а TommyBrown.ru привозит их. Заходите, подписывайтесь, заказывайте. Свежие девайсы уже на сайте, и они прям огонь. Ссылки в описании. HTC это всегда было про дизайн и ощущения от смартфона, и наконец-то после странноватых One M8 и One M9 в этом девайсе все в порядке. Во-первых, избавились от ужасных мелких полосок в стиле тостера или холодильника, и это безусловное благо. Во-вторых, главной фишкой внешнего вида теперь стала вот такая широкая окантовка. Выглядит она очень стильно и самобытно. На передней панели убрали надпись HTC, что была долгое время раньше, и это многих бомбило. О, боже, сколько много места она занимает, избавьтесь, пожалуйста. Вот вам нытики, нету больше надписи. Спереди также у нас теперь три сенсорных кнопки. Дом, в ней же сканер отпечатка пальца. Назад и список запущенных приложений. Вот так он выглядит. Кстати, сканер отпечатка пальца, на удивление, быстро и корректно отрабатывает для своей странной продолговатой формы. Работать с этими кнопками очень удобно. К слову, и девайс в руке лежит здорово. При своей диагонали экрана 5,2 дюйма он немного превосходит iPhone 6. Смотрите, вот так превосходит. Единственное, смартфон немного тяжеловат. Видимо, из-за обилия металла внутри 161 грамм. Это прилично, и это чувствуется на вес. Хотя, знаете, говорят, многим это ощущение нравится. Короче говоря, в общем и целом корпус огонь. И еще раз про цвета. Как по мне, это самая неудачная расцветка в линейке. И дело не в том, что мне не нравится розовый. И не в том, что мне не нравится золотой. Дело в том, что спереди цвет другой. Это белый. И это просто ломает концепцию дизайна. Выглядит не так стильно и круто. Короче, посмотрите ролики с черными и полностью белыми корпусами. Они крутые. К характеристикам в этот раз вообще вопросов нет. Хотя был слушок, что в России будет продаваться только упрощенная версия с более бюджетным процессором и некоторыми другими параметрами. Но в итоге нет. Процессор Snapdragon 820. Разрешение экрана 2560 на 1440 точек. Технология Super LCD 5. Но единственное, немножко может яркости ему не хватает. Вот это сейчас максимальное стоит. 4 гига оперативы. Разъем для microSD карточки и для nanoSIM. Всего одной, к сожалению. Важная фича в связи с последними новостями. Разъем для наушников 3,5 мм. Джек, кстати, вот такие уши идут в комплекте. И со звуком здесь все хорошо. Есть ЦАП на 24 бита. В наушниках звук крутой. А в динамике, кстати, простенький. К слову, динамик здесь теперь один. Раньше, напомню, было два сверху и снизу. Какая музыка играет у Бориса случайно? Первая попавшаяся. Ну-ка. У, радио хэд. Немножко чила и уныния в наш обзор. Главным камнем преткновения у HTC всегда была камера. И этот раз, к сожалению, не исключение. Но сейчас все не так грустно. И, в общем, достаточно весело по сравнению с предыдущими смартфонами. Основная камера на 12 мегапикселей. И она всего одна, а не две. Наверное, скоро это станет признаком нонконформизма. Фронталка на 5 мегапикселей. Оба имеют диафрагму 1.8 и оптическую стабилизацию. Также лазерный автофокус и вспышки двух тонов. Что фронталка, что основная. На свету снимают хорошо. Ну, а в темноте или в контрсвете получается уже так себе. Это заметно. Я бы сказал, есть заметная разница с Nexus 6P, последними айфонами и Galaxy. Но, в общем и целом, можно поставить такую уверенную четверку с небольшим минусом. Абсолютно порадовали скорость работы и время жизни девайса. Приложения запускаются и переключаются очень быстро. Производитель утверждает, что для этого используется некая технология Boost+, которая все к черту и матери оптимизирует и убирает лаги. Может быть, так и есть. Может быть, это эффект первых дней использования. Но за неделю, что я дружу с этим смартфоном, у меня проблем вообще ни разу не возникало. Все действительно летает. Смартфон спокойно проживает день с небольшим. Батарейка размером 3000 мАч неплохо с этим справляется. На удивление, поддерживается технология Quick Charge 3.0, которая идет, соответственно, вместе с последними Qualcomm'ами. Умри, нехороший. Да что ж, ты бежал, а вот греночку им туда. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ностальгия чистая просто. Оболочка HTC Sense долгое время была главной фишкой смартфонов компании. Если помните, ее выпускали еще для гаджетов, которые работали на старой, доброй, хотя на самом деле не очень, Windows Mobile. Да, было такое. Но здесь очередная свежая версия, и сейчас покажу ее фишки. Здесь по-прежнему собственный дизайн встроенных приложений и иконок к ним. Список программ выглядит в виде вертикальной прокрутки вот такой. Прикольная подборка обоев и бесполезный раздел с новостями вот тут сбоку. Все стильно и симпатично, как всегда, но главным нововведением стал новый тип тем. Так называемые темы со свободным макетом. Дейенерис-освободительница пришла, освободила темы, и теперь мы можем выбрать, ну, какую-нибудь вот такую, например, у которой все не так, как обычно. Фишка в том, что стандартные иконки приложений заменяются на вот такие, которые выполнены в одном стиле с обоями и со всей остальной темой. Более того, их можно располагать на рабочем столе как угодно, а не по сетке. Выглядит свежо и интересно, но, знаете, что-то неудобно, потому что, ну, непривычно реально каждый раз вспоминать, а что означает вот этот космонавт или вот этот Юпитер? Где здесь вообще Инстаграм? Алло! С другой стороны, можно создавать свои совершенно уникальные рабочие столы, на которых никто ни о чем не догадается. Возможно, и вы тоже, но будет выглядеть уникально и необычно. Привет, гуманоид! Хей-хей! Как мне кажется, минус и то условный. У смартфона только один. Это камера, в остальном все круто. Дизайн, характеристики, скорость работы, оболочка. Но проблема в том, что бренд уже, наверное, начинает потихонечку забываться. Подступают китайцы и другие новые имена. Так что пишите в комментариях, как вам этот девайс, интересно ваше мнение. Лично мне он очень понравился. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые обзоры, новые ролики. Мы стараемся делать их как можно быстрее, специально для вас. С вами был Борис Веденский, это droider.ru. Подписывайтесь в Телеграме, в Ватсапе... Господи, в Ватсапе ты тоже подписываешься. В Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Кажется, все сказал. До встречи в будущем!